есть хорошо андрей как вы себя чувствуете мы закончили вашу чистку и могу отлично у нас остались 10 вопросов которые вы хотели задать своему кураторам и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор и личи для андрея женщина снимается маски и голограммы фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду днк мы пресс им куратор и личи для андрея представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться в этой прекрасной комнате вы можете звать меня лила приветствуем вас лила меня зовут влад это вера мы сегодня проводили чистку вашего подопечного убрали все что мешало и сейчас остались 10 вопросов которые андрей хотел задать вам будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы и непременно я буду рада дать любую информацию для этой души благодарю вас начинаем с первого вопроса откуда моя душа так меня слышно хорошо у нас проблемы со связи и так первый вопрос откуда моя душа твоя душа ангельская это и так уже видно твои энергии расплескивается в этом и твоя проблема научиться собирать их и контролировать внутри себя распределять правильно быть в гармонии балансе напряжение должно быть гармонично по всему телу а у тебя оно скатывается разные места или же остается в голове но вопрос был не об этом это ангельская душа благодарю вас лила и мы приветствуем представителя ангельского мира в нашей комнате диагностики переходим ко второму вопросу какой уровень развития моего высшего я прекрасный вопрос высшее я одиннадцатый уровень развития ангельский уровень 10 белые крылья белые крылья отлично благодарю вас можем продолжать третий вопрос какое мое предназначение в этой земной жизни миротворец твое предназначение нести мир и доброту но первую очередь ты должен найти внутренний баланс и красиво распределить его равномерно как ты сделал это сейчас в виде восьмерки или бесконечности баланс очень важен внутри именно балансируя своей энергией ты можешь идти правильным путем и нести правильные энергии не выплескивая их и не расплескивая внутри себя выплескивая это всплеск энергии который ты выбрасываешь расплескивая энергетические центры из которых выходит в раз несколько потоков твоей энергии твоя задача научиться сохранять свои энергии и пользоваться ими только так ты сможешь идти правильным путем выбирая правильные двери и дороги действуя инте интуитивно интуиция развита но за всплесками она не до конца услышана именно поэтому внутренний баланс важен чтобы чувствовать душу свое сердце и свою интуицию внутренний голос который идет от твоей души не из головы от твоей души это и есть твоя интуиция она очень развита у тебя и дает тебе много подсказок твое же предназначение вожить человечеству как любой ангел нести свой свет в гармонии балансе продвигаясь через тьму и темноту оставаясь уравновешенным благодарю благодарю вас лила четвертый вопрос какие таланты и способности я должен развивать первую очередь ты должен научиться работать со своими внутренними энергиями развивая внутренний баланс укрепляя свой сдержек понимая кто ты подсоединяясь к ангельским уровнем да ты это можешь находясь в балансе ты будешь понимать интуитивно куда тебе идти ты будешь точно знать что тебе это надо ангельские энергии сами будут увести тебя к правильным целям все должно быть равномерно постепенно начиная с себя и своих энергий благодарю благодарю вас пятый вопрос сколько кармических узлов я прошел и сколько мне еще осталось пройти прошел 3 впереди 2 благодарю вас шестой вопрос сколько лет моей душе 26 тысяч благодарю вас седьмой вопрос кем я был в прошлой жизни на земле и какой опыт получил опыт и получил трусость был врачом расскажите чуть-чуть об этой жизни расскажу когда это было и что произошло 1812 год франция госпиталя здесь хотела зараза много было гангрен много органов ноги и руки отрезалась до в клятву ты не смог продолжать работу более боясь заболеть и не смог смотреть на все происходящее трусость заключается в том что ты не смог помогать людям выбрав эту профессию твоя внутренняя энергия ослабла ты мог лечить но отрезать было проще потому что тебе был неприятен вид заражение это шло внутренним отторжением не справившись с этим кинул госпиталь просто сбежав один день пил а потом успокоился и изменил свою жизнь выбрав простую профессию плотника продолжал строить дома здесь твоя внутренняя гармония успокоилась тебе было это более приятно чем части тела ты взял профессию которую не смог потянуть и это отразилось на твоем внутреннем состоянии запомнил это она и сейчас еще тебе как пустота здесь нет сожаления здесь урок понимания нужно выбирать то что тебе по силам не всегда нужно прыгать высоко нужно довольствоваться тем что ты можешь предоставить и развивать то что у тебя есть накапливая свои энергии шаг за шагом как я говорила прежде если ты будешь перепрыгивать на те знания которые впереди не пройдя определенных шагов до них ты не сможешь правильно нести свои энергии соответственно работать с ними поэтому нахождение внутреннего баланса и работа с внутренними энергиями так важно для тебя благодарю благодарю вас лила за этот развернутый ответ было очень интересно восьмой вопрос сколько процентов негативной энергии я набрал 24 процента 24 процента благодарю вас девятый вопрос как научиться слышать подсказки и выходить на связь с куратором это очень просто слушать свою интуицию и свое сердце ангельские энергии они связаны между собой это как язычки пламени с твоей стороны вопрос с моей стороны ответ находясь внутри себя внутреннем состоянии спокойствия ты легко можешь задать ответы вопрос и услышать ответ я ответила благодарю вас я перехожу к последнему десятому вопросу какие советы вы могли бы мне дать я бы хотела рассказать выглядит ангельская энергия и твой стержень чтобы ты свободно мог владеть этими энергиями и научился распределять правильно сохраняя внутри себя и не делая выплеск выплесков и всплесков ангельские энергии внутри тебя меняются от белого к желтому цвету это зависит от твоего внутреннего состояния и настроения энергии могут быть как рассеивающие также могут быть плотными и гибкими это зависит от тебя и от уровня твоей расслабленности если тебе нужно собраться для получения новых знаний например ты можешь сконцентрировать свои энергии в гибкий стержень который проходят нижней чакры вверх через каждый энергетический центр и остается светом гибким уравновешенным собирающим информацию четко и ясно в состоянии расслабленности и отдыха твои энергии распределяются равномерно по всему твоему телу от макушки до кончиков пальцев ног небольшими покалывания ты можешь чувствовать эти энергии в каждой клеточке своего тела если ты находишься в разгармонированном состоянии ты можешь чувствовать тяжесть в одном месте например ногах голове руках сердце так ты поймешь что твои энергии разбалансированы и негармоничны визуально ты можешь сбалансировать в их в гибкий стержень как я уже рассказала проведя из нижней чакры вверх до коронной чакры и установи как остов как стержень как позвоночник как твой внутренний свет благодарю и я благодарю вас уважаемый куратор лила вопросов больше не осталось если вы хотите сейчас активировать его стержень возможно это был бы самый лучший момент стержень активирован я все это сделаю рассказываю об энергиях а благодарю вас тогда остался маленький нюанс о котором возможно вы пока еще не знаете в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция каждому куратору каждому учителю который к нам сюда приходит мы делаем один определенный подарок верочка в твоих руках появляется большая корзинка самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые есть на земле 1 2 3 мы спрашиваем разрешение куратора лилы будет ли она так любезно принять этот скромный подарок знак благодарности за ее помощь своему другу за эту приятную встречу и просто на добрые воспоминания да я прямой этот подарок на добрые воспоминания и благодарю вас за эти прекрасные ягоды несущие свои позитивные энергии и свет во благо передавайте пожалуйста привет от нас верой ангельскому миру мы будем рады всем куратором которые достучаться до своих подопечных и уберем со своей стороны все преграды которые мешают развиваться откроем эти двери в которые они дальше пойдут уже сами непременно именно так я и сделаю а вам желаю нести свой свет благодарим вас лила я говорю на этом месте до скорых встреч мы не прощаемся возможно когда-нибудь еще увидимся до скорых встреч и рассинхронизируйся верочка андрей мы закончили встречу с вашим куратором лила вы получили все ответы на свои вопросы а я не просто получил ответы и я так зарядился внутренним светом и ангельскими энергиями со всех сторон мне кажется у меня энергии на следующие 100 лет на земле хорошо сейчас мы будем возвращать вас назад вашу систему биоробот душа и после этого перейдем сразу к чистке вашей квартиры и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию андрея в его систему биоробот душа заводим подключаем каждому органу каждой клеточки извилинки головного мозга проходит полная синхронизация гармонизации между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готова отключаясь от объекта андрея вибрации андрея вибрации андрея вибрации